Юго-восток Лондона, 4 года назад Будь осторожен! Даже если твои последние школьные мгновения, не надо сходить с ума. Садись, Чарли Милнер. Садись! Чёрт. Ну ещё разок, сэр. Вы нравитесь фотоаппарату. Чарли, Чарли, сядь, Элрой. Сними это. Ты что, Элрой, показываешь, какой у тебя член? А ты что думаешь, Рикс? Ты готов покинуть пределы Южного Лондона? Оправдать своё существование, достигнув своей цели? Да. Да. Icon Entertainment International представляет. Envil Film Production. Всё. Чёрту дурацкую школьную форму. Улыбочку, Сэм. Время умирать. Сэм, такого вы никогда не видели. Вам повезло гораздо меньше меня. Что за фильм? Бегущий по лезвию бритвы. Точно. И всё это исчезнет, как слёзы под дождём. Хватит, Элрой. Очень хорошо, Сэм. А теперь сядь, пока я сам тебя не убил. Болван. Это ты мне? Таксист. Придурки. 34, 33, 32. Чарли! Чарли! Хорошо, хоть кто-то из вас будет учиться дальше. Бин, ты ещё собираешься поступать в консерваторию? В консерваторию? Нет, меня тошнит. Когда подхожу к ней, Сэр. Очень жаль, Бин. Хватит, Чарли. Слезай оттуда. Иди к нам. Люси, так здорово. Слезай, Чарли, хватит уже. Чарли, Чарли. Чарли, слезай. Время по Гринвичу. Я думала, ты умер. В ролях Олег Ньюман. Что? Мелани Гетеридж? Ненормальный. Перестань, Люси. Ты что, хочешь умереть? Джорджи Маккензи. Давай посмотрим фотографии, а потом уже будешь говорить. И другие. Да, такое не каждый день увидишь. Детка играет на гитаре. Заткнись, Сэм. У неё талант. Я думаю, она хорошо играет. Иди, познакомься с ней. Не хочу. Ну, давай. Скажешь, что тебе нравится её мусорка, и спросишь, что это. Я и сам знаю. Ну, давай, Бин. Что ты теряешь? Честь, достоинство. Ну, и всё такое. Потерять мужское достоинство – это страшно. Пойди и поговори с ней. Не бойся. Да? Да. Ну, ладно. Да ладно, Сэм. Оставь его. Классная музыка. Мне нравится. Я тоже пытаюсь научиться. Да? На трубе. Да, в группе. Мы играем в гараже. Нет, это не гаражный рок. Это... Может, зайдёшь как-нибудь послушать? Мы там отдыхаем. Попался. Побежали. Не надо стрелять. Она ни при чём. Как бы не так. Хочешь ещё? Да. Да. Композитор Гай Сигвард. Там внизу, друзья мои, и лежит настоящий мир. Мы должны общаться с себе подобными. Достигать свои цели, оправдывая своё существование. Тогда и только тогда наша жизнь будет полной. Но что вам сказать? Что вам сказать, братья и сёстры? Пойдём туда? Пойдёмте, придурки. Продюсер Тейлор Хэкфорд. Хорошо, идём. Автор сценария Саймон Миррен. Режиссёр Джон Стриккер. Лондон. Наши дни. Сделай одолжение, приятель. Подожди минуту. Посмотришь за моим мотоциклом? Ладно, только я буду здесь пару минут. Я вернусь раньше, чем ты докуришь. Где ты? Я же сказал, проколол шину. Как это получилось? Случайно. Ладно, я уже иду. Влево, так. Голову повыше. Ещё, ещё, так. Теперь чуть ниже. Так. Эллисон, снимаем. Вот так. Хорошо. Хорошо. Молодой человек, я ждал вас. Ваша папка на столе. Смотри на мою правую руку. Да нет же. Это левая. Господи. Так, ладно, улыбайся. Думай о деньгах. Хорошо. Как раз то, что нужно. Отлично. Сам напечатаешь. Или помочь тебе. Я сам. Хорошо. Понедельник, ровно в семь. Не опаздывай. Запомнишь? Что? Ну, через семь дней. Ты хочешь сказать... Да, а теперь убирайся. До понедельника. Вот так. Так отлично. Получилось, да? Я его. Кэти-Сарк. Да, в пятницу вечеринка. До завтра, девочки. Будьте умницы. Отвали, старый извращенец. Спорим, что его член так же мал, как и мозги. Говорим о вечеринке. А когда он выходит? Еще не скоро. Ты пойдешь с ним в пятницу на Кэти-Сарк ни за что. До завтра. Увидимся. Привет, детка. Привет, любимый. Я соскучилась? Давай подождем Шерри. Давай, Алиси, потанцуй. Классная мелодия. Ну, вставай. Обязательно так тормозить? Да, это все-таки моя машина. Твоей матери. Классная мелодия. Послушай, Шерри, я пытаюсь сосредоточиться. Я только хотела поцеловать тебя. Бобби, тебе нужно немного настроить гитару. Я не строитель, Рикс. Ты поняла меня? Ради бога, я не могу так работать. Что это такое? Что? Я думал, мы договорились насчет звука. А это полная чушь. Вы сами понимаете, что делаете? Мы делаем то, что делаем. Это просто звуки. Играешь продюсер, Сэм, оставь музыку нам. Слушай, а чье это все? В чем доме вы играете? Кто заплатил за оборудование? Значит, вы не собираетесь продавать записи и выезжать из гаража моей матери? Я набиваю деньгами все ваши карманы. Но не забывайте, что мы в Белфасте, и идет война. Вам все ясно? Это Бобб Хоспинс. Долгая пятница. Да, я говорил, что сегодня я печатаю фото? Да. Да? Тогда я был любителем. И что? Теперь я профессионал. И у вас не хватит денег. Они у тебя. Да. Чтобы продаваться, нам нужен имидж. Сейчас его сделаем. Рикс, не втягивай щеки. У тебя такой вид, будто тебе врезали по яйцам. Шерри, перестань. Заткнись. Не двигайся и смотри на стеклянную пирамиду на вершине того здания. В этой пирамиде ответы на все вопросы, которые мучают вас в жизни. Ты сам. Узнаешь там, что. Ты заходишь в лифт. Перед тобой красная кнопка с надписью «Стоп». Что ты делаешь? Нажимаешь ее? Или живешь оставшуюся жизнь в невежестве? Черт, судья, не было там нарушения. Ты прав. Бин, заканчивай уже с этим дерьмом. Я тебе что сказал? Мама, я тут проявляю фотографии. А, Бин, как дела? Подожди немного. Я уже скоро закончу. Чарли, отец выгнал его из дома. Ах, он ублюдок. Я его... Успокойся, Чарли. Занимай комнату для гостей. Тебе нужно что-нибудь для глаза? Ну, как тебе? Как звезды. Нормально. Нормально. Да, теперь у нас есть что показать. Только и всего. Если честно, я ожидал более бурного восторга. А не сухого. Нормально. Най, Чарльз, отличное фото. Энни, Рикс, успокой сестру, а то она все фотографии испортит. Энни, давай, заканчивай уже. А ну иди сюда. Вот это да. Не надо. Возьми, Боб. Спасибо. Хороший косяк. Я опоздала. Куда? Ты о чем? С беременностью. Ты уверена? Да, индикатор показал. Что такое индикатор? Женские штучки. Что скажет мать? Много чего. Что будешь делать? Не знаю. Энни, а ну прыгай за мной. Генри. Генри. Любимый племянник. Рикки. Шерри. Чарли. Люси. Дорогуша Бобби. Бин. Дорогой. Что это тебе так? А? Какого черта Элрой здесь? Ант. Я знаю, что ты продюсер, но отдохни хоть немного. Все выискиваешь. Новых клиентов. Ты знаешь, Элрой? Неофициально. Он развлекает моих гостей, а это мне и нужно. Ладно. Веселись. Ларри. Дорогуша, как ты? Да это мой школьный приятель. Что тебе надо? От тебя ничего, Сэм. Я просто живу и наслаждаюсь. Следуй своей привычке и весело проводить время. Не более того. Элрой. Как дела? Это ты говоришь? Ну а как тебе в бетонных джунглях? Нормально. Сэм, брось это. Стань менеджером. Нам нужно название для имиджа. Как насчет ночной прилив? Все равно. Не торопите меня. Это то же самое, как дать имя ребенку. Имя дают не на день, а на всю жизнь. Ну, как дела? У меня кое-что есть. Рикс, мы же договорились. Никаких наркотиков. Прости, Рикс. Врешь ты. Мила. Очень мила. Наверное, подделка. Руки прочь. Прости. Привет, я Рэйчел. Я работаю с Боби в строительной компании. У тебя грустные глаза. Только один. Другой счастливый. Ты музыкант, да? Да. Мы здесь, чтобы найти продюсера. Да. Когда-нибудь вы будете знаменитыми. Хуже не придумаешь. Хреново грузить людей, когда ты их никогда не видел. Они знают о тебе все. А тебе как? Все зависит от времени. Не знаю, может быть, я с Шерри слишком давно. Понимаешь, о чем я? Я собираюсь в ближайшее время подписать пару грузов. Мне только 22. И третий из них я с Шерри. Как назывался фильм? Лучше сгореть, чем исчезнуть. Горец. Как ты могла сказать, Сэм? Я не говорила, правда, клянусь. Рикс, наверное, с ума сойдет. Вы уже давно вместе. Вам просто надо жениться. Это точно. Я серьезно, Сэм. Я действительно собираюсь на ней жениться. Это правда, Сэм. Верю. Эн, посмотри это. Тебе понравится. Они будут звездами. Да? Да. А как они называются? Время по Гринвичу. Мы будем первыми, кто увидит и услышит. Мой телефон на кассете. Вам надо только... Мой племянник надоедает вам. Джаз Джангл? Чушь, я вижу это и другое. Хорошая попытка. Что-то о себе возомнил. Продаешь кассеты на вечеринке, как новичок. Он продюсирует мальчужеские группы. Ты все испортил. Не бери. Да. Генри? Что? Да, сейчас полодиннадцатого. Ладно, не опоздаю. Мне снился классный сон. Думаю, он послушал кассету, и ему понравилось. Она сырая, как порнуха. Он уже проснулся. Боб, не лезь. Мне надо вставать. У тебя стоит. Боб. Ну, ты не можешь просто так уйти. Я стараюсь для тебя. Нам ведь нужен контракт. Потряси еще раз попочкой. Боб, я не шучу. Тебе уже нечем похвастать. Черт. Боже. Боже. Кончи в меня. Что? Кончи в меня. О! Ну, слезь в меня. Что ты делаешь? Я пытаюсь делать карьеру, а не ребенка. Рикс, малыш, просыпайся. Рикс, я постригла твои косы. И покрасила волосы на лапке. Рикс, я беременна. Что? Кофе? Пожалуйста. Мы не сможем прокормить его, Шерри. Дело во мне, Рикс. Что-то происходит со мной. Перестань, Шерри, нам не нужен ребенок. Она сказала ему. Да уж. Пора. Зачем? Я иногда просто не понимаю тебя. Да, в этом все и дело. В этом дело. Что с тобой, Люси? Я не хочу отдавать тебя какой-нибудь богатой, красивой девке. Вот и все. Ты ревнуешь? Тогда я найду уродливую и нищую. Знаешь, мне сегодня пришлют чек, и я хочу угостить тебя шикарным обедом. Ну, типа кебаба. Дорогой? Извини, мама, полный дом. Нет проблем, я ненадолго. Дорогой, у тебя есть деньги? Мы с Джереми опять на мели. Я возьму, хорошо? Хорошо. Привет, Кей. Привет, Люси. Чарли. У тебя классный член. Только для тебя, моя детка. Моя детка. Моя детка. Я закрываю глаза, и меня уносит. На Гавайи, в Калифорнию. На Уотервилль. Куда? В Ирландию. Там много пляжей. Прах моей матери смешан с их песком. Красиво. Согласен. Ты там не был? Отец меня не пустил. Наверное, поэтому у тебя грустные глаза. Ты была в Ирландии? Дай подумать. По-моему, да. Но я могу ошибаться. Поедем вместе. Что? Ну... Это недалеко. Хорошо. Бин, иди сюда. Ты стал лентеем, Сэм. Что? Ты парнем, который проматывает деньги отца. Я любил своего отца, но он был эгоистом. Он зарабатывал деньги, и ему было не до меня. Эгоистом? Он умер от рака. И ты должен помнить это. Он работал, как тебе и не снилось. Да к черту это, Генри. Ты вызвал меня поговорить о деле? О каком деле? О группе, Генри. О записи. А, последняя популярная группа с трубами была Тихуана Брас. Кто? Сэм. Предупреждаю, не шути со мной. Что? Я обещал твоему отцу присмотреть за тобой, и до сих пор выполнял это обещание. Но мое терпение иссякает. Сколько раз я говорил тебе, это бизнес. В нем зарабатывают деньги. Хочешь, чтобы ваши записи продавались? Поставь вперед вокалиста и выкинь Рикса и трубача. Если ты будешь продолжать в том же духе, ну, как вчера, ко мне можешь больше не подходить. Никогда. Генри, успокойся. Я свалял дурака. Хочешь валять дурака? Делай это на сцене. Мы должны сегодня как следует поработать. Второй, где ты? Второй ответ. У меня для тебя работа. Почему вы не взяли пакет на Кинбуд Роуд? 55. Второй, мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Если вы хотите получить последний чек, вам лучше взять эту посылку и побыстрее. Буду через пять минут. Не забудьте подписать чек. ий Кинбуд Роуд. ПогMichин! Следите. Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотри на меня. Чарли, мы с тобой. Бин, Сэм, мы все здесь с тобой. Мы не оставим тебя. Бин, Сэм, мы все здесь с тобой. Чарли, теперь... Хорошее оборудование. Как в компьютерном салоне. Как же так получилось, Чарли? Держись, ты же боец. Помогите. Сэм! Все в порядке. Нормально. Детка, я понимаю, как тебе трудно после смерти отца и всего этого. Я спешу, мне надо идти. Сэм! Привет, это Рэйчел. Меня нет дома. Сами знаете, что делать. Пока. Мы обсуждали это. Мои ребята закроют клуб, если они будут играть. Послушайте, перезвоните мне, когда научитесь говорить по-английски. Сэмюэл? Я слышал о Чарли. Мне очень жаль. Я понимаю, что ты чувствуешь. Нет, все нормально. Я ничего не чувствую. Я пришел говорить не о Чарли. Ты сказал, что я сглупил. Этого больше не будет. У меня серьезные планы. Я заставлю группу работать. Сэмюэл, успокойся. Твой лучший друг лежит в больнице. Да, но я ничем не могу ему помочь. Ничем. Разве в этом дело? Главное то, что делаешь, и не говоришь. Ты сам меня учил. Верно. Но пойми, это другое. Генри, я хочу сделать из Гриммичи коммерческую группу. Я обещаю, что никому не позволю мешать мне. Ни Риксу, ни Бину, никому. Мне нужен только... Мне нужна помощь, офис, телефон. Я не шучу, Генри. Я не облажаюсь. Ты прав. Нам нужен вокалист. Только где его взять? Привет. Я хочу... Хочу, чтобы ты рожала. Рикс, я знаю, то, что произошло, ужасно. Но это ничего не меняет. Нет. Дело не в Чарли. Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Позволит мне остаться еще на пару дней. Сколько уже можно? Нет. Най, ты же хочешь этого? Да. Ну, не сейчас. Скажи мне, что это сон. Чарли сильный. Он выкарабкается. А мы будем ему помогать, чем сможем. Ты права. Будем сильными. Дадим ему надежду. Надежду? У него поврежден позвоночник. Он не сможет дышать сам. Что же делать? Что? Это значит, что он ни хрена не чувствует ниже шеи. Понятно? Все равно не оставлю его. Блин, я уже сталкивался с этим. Много раз слышал, что все будет хорошо. Это чушь. Я тоже. Тебе было четыре, когда умерла твоя мать. Что ты знаешь? Так, хватит. Успокойтесь оба. Несчастье с Чарли волнует всех нас. Я вообще-то не собирался с борьбой, но Геннери предложил нам студию. Правда? Это здорово. Он также предложил взять певца. Он не прав. Певец нам не нужен. Мы экспериментируем. Играем джаз, джангл, а не всякую по псу. Не прав? Тогда почему он богат, а ты нищий? Почему? Да, Сэм, я тоже сомневаюсь насчет певца. Ладно, потом поговорим. Не о чем тут говорить. Придумаем что-нибудь. Я вчера видел Рэйчел с парнем. Они целовались. Так вот все из-за чего. Вредишь группе, потому что не можешь удержать свою подружку. Оставь его с ним. Ему и так больно. Больно? Чарли в больнице, при смерти. А он думает только о своем члене. Нет, я... Так. Успокойтесь все. Чёртов лицемер. Как ты меня назвал? Как ты меня назвал? Назвал тебя чёртовым лицемером. Ты всегда пытаешься навязать нам, что играть, Сэм. Ты ни хрена не понимаешь музыки, бездарный болван. Сэм. Лучше бы ты был в больнице вместо Чарли. Он хороший, он талантливый. Да у тебя ни хрена нет, кроме папиных денег. Бин! Бобби, иди сюда. Бин, постой. Давай во всем разберемся. Тебе-то что за дело? Как ты можешь так говорить? Разве не видите, что он делает? Он всегда так делал. Он нам не нужен, Рикс. Давай соберем свои вещи и уйдем вместе. Бин, я не могу. Я не прошу тебя перестать с ним трахаться. Ладно, хватит. Рикс, пойдём. Половина вещей его, Бин. Куда мы пойдём? Подумай. Кого мы ещё знаем в этом бизнесе? Генри, его отца? Да вся его жизнь сплошная музыка. Как же наша группа? Поверить не могу, что вас купили этой ерундой. Никого не купили, Бин. Да пошли вы. Бин! Бин, не делай этого. Кончай, Бин. Мы всё уладим. Бин, стой. Отстаньте от меня. Бин, вернись. Бин! 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 Да что они понимают? Дилетанты. Я пишу музыку. Они нихрена не делают. Вокалист. Мать его. Пошёл ты. Это ты, Бин? Надоело плавать в бассейне? Ты правильно сделал. К матери всех. Ну что, прокатимся? Скоро будет легче. Куда вы меня везёте? В Тэмс-Вэлле. В этой больнице лучше всего легче травмы позвоночника. Тебе там понравится. 24 этажа. Никто не поднимается сюда без моего разрешения. Тост. За тот день, когда мы отомстим этому ублюдку. Мы научим этого мерзавца Сэма хорошим манерам. Держи. Покури. Если ты поможешь мне в моём деле, получишь партию для продажи. Давай. Давай. Вот так. Так, давай. Держи, держи. Да. Пи под кайфом. Чёрт возьми. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, Иона. Спасибо. Что скажешь, Фликс? А тебе как? Замечательно. Ты даже не сказал нам? Ты, наверное, только что вспомнил об этом. Да? Простите, я вчера немного охрипла. Не волнуйся, детка, всё в порядке. Детка? С каких это пор? Это была моя идея. Это не... Если бы вы раньше не дали мне плёнку, я спела бы гораздо лучше. Кто разрешил себе дать ей мою музыку? Классно. Я хотел сделать вам сюрприз. Да, у тебя получилось. Всего полвосьмого. Можно ещё поработать. Только басовые партии немного на халат. Ты не можешь просто так раздавать мои записи с девками, которых трахаешь, Сэм. Отключи её. Кстати, где Бин? Послушай. Я пригласил её. Я дал ей кассету. Заплатил за время и советую взять её в группу. Если она вам не нравится, прекрасно. Но хотя бы поблагодарите её за старание. Нельзя же так. Ладно, Генри, выслушай меня. Так-то всё очень быстро получилось. Сначала нам предложили студию, потом ушёл Бин, а сейчас нам навязывают певицу. Ты уж извини, Генри, но позволь мне самому заниматься своим звуком. Я ещё раз спрашиваю Сэм. Где Бин? Я звонил ему. Мне этого не хотелось после того, что он сказал мне. Но я позвонил. И ему не понравилось. Он сказал, что куда-то уходит. Чёрт всё, почему ты сам не позвонил? Я пытался. Он сказал, что я продал тебе свою душу. Сказал, чтобы я больше не звонил и бросил труп. Может быть, вы всё-таки поговорите с ней? Согласитесь? Она умеет петь. Иона, это было замечательно, дорогуша. Рикс, посмотри на неё. Она поможет нам. У неё это на лице написано. Возьми её. Всё будет хорошо. Ну, решайся. Ты не сказал мне, что говорил с Бином. Я пыталась убедить его, но он не захотел меня слушать. Что с ним? Оставь. Я думаю, он очень переживает из-за той девушки. Из тебя слова не вытянешь после несчастья с Чарли. Я уже не помню, когда мы занимались любовью. Извините, если помешал. Ничего, мы скоро закончим. Я не думаю, что сейчас подходящий момент. Я хочу знать, в чём проблема. Проблема? Это всё для тебя и Рикса. Нет никакой проблемы. Я думал, тебе это нужно. Мне нужен ты. Ты не замечал, но это всё, что мне было нужно. А это то, что нужно мне. Кто я, Сэм? Мне очень хочется знать. Мне не нужно это, если ты не хочешь быть со мной. Всё, что я делала, это трахало тебя. Перестань, Бобби. Ты знаешь, что это не так. Мне это надоело. Я ухожу. Вон, видишь? Парня в машине. У него 8 штук в ботинке. Иди к нему, отдай дрянь. И принеси деньги. Помни. Только спокойно. А зачем мне идти? Сходи сам. Потому что ты живёшь у меня. И я плачу тебе. К тому же я ввожу тебя в бизнес. Так что не болтай, а вставай. И иди. Делай дело. Ясно? Вот и всё. Молодец. Ладно, пойдём. Эй, тебя подвезти? Я хорошо вожу. Привет, Ник. Как дела? Как всегда, нормально. Хорошая футболка. Хочешь, можешь снять и рассмотреть получше. Успокойся, Мик. Я же тебе говорила. Клеишь мою девушку, Мик? Да что-то не получается. И не получится. А то они точно выгонят его из больницы. Да, я такой. Если хочешь, можешь отшлёпать меня. Как самочувствие? Лучше спал этой ночью. Ты мне снилась. Правда. Мы занимаемся любовью каждую ночь. Как будто я здоров. Как будто... Я здоров. Спасибо, Пин. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Звонил Дэкспи на улице в 10. Я только там был. А знаешь, мне плевать. Я плачу тебе. Как всегда. А деньги? А, да. Эй, Бейн. Смотри, не обманывай меня. Ты о чём? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы теряем время, Сэм. Ничего не получается. Рикс, даже не говори об этом. Вы хорошо сработались. Вы сочинили замечательные песни. И сами это знаете. Вам надо только записать их. Увидимся завтра в три. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ладно, я вернусь в десять. Ни за что. Рэйчел. Отстань от меня. Стой спокойно, когда с тобой разговаривают. Оставь меня, я не хочу тебя больше видеть. Стой спокойно, твою мать. Эй, полегче. Вали, придурок. Что? Прекрати. Отдохни. Прекрати. Оставь его, хватит. Остановись, ладно? Я только хотел помочь. Ты? Ты друг Бина? Да. А ты? Рэйчел. Вот так встреча. Да. Ах ты, ублюдок. Отпусти волосы. Получай. Успокойся, успокойся. Хорошо ты его. Давай, выбирайся отсюда. Хватит с него. Ты сдвил его яйцем в глотку. Пошел ты, Крис. Я сменю замки, чтобы ты больше никогда не вернулся. Спасибо. Нет, это я должна благодарить. Ты в порядке? У тебя кровь. Этого не должно было быть. Мы герои. Они злодеи. Ты сомневаешься? Я имею в виду Чарли. Сколько раз ты мог или не мог? Да. Дело в том, мы должны дать ему понять, что мы есть у него. Что бы ни случилось. А как Бин? Он удивительный музыкант. Мне хотелось поговорить с ним. Я пыталась дозвониться до него, но... Он не перезвонил. Наверное, он забыл меня. Меня он тоже забыл. После аварии Чарли у нас появились проблемы, и он ушел. Мы пытались остановить его, но он и слушать никого не захотел. Ушел. Иногда жизнь такое дерьмо. Уже святает. Извини. Я проболтал всю ночь. Не волнуйся. Для чего еще выходные? Это ты виновата. С тобой легко разговаривать. Пора начинать новый день. Да. Пора. Пора. Бин, я же сказал тебе, что ко мне придут партнёры. Тебе надо уйти. Звали на время. Иду, иду. Посмотри на себя, ты хреново выглядишь, как дерьмо. Посмотри в зеркало, уйди и спрячься. Чёрт, ладно. Иди и спрячься где-нибудь. Спрятаться? Твою мать. Ладно. Только молчи. Молчи. Привет, Элрой. Это ещё кто? Не волнуйся, Рикки, он свой. Ты же знаешь, я не люблю сюрпризы. Что тебе? Я занят. Особенно белые. С ним всё в порядке. Я знаю его со школы. Мы друзья. Никогда не верь белому. Так учила меня мать. И я всегда знал, что она права. Послушай меня. Мне плевать, какой человек, белый или чёрный. Главное, хороший он или плохой. Я всегда отвечаю за свои слова и требую этого от других. Понятно? Что ты сказал? Прямо как человек со шрамом. Человек со шрамом? Что это за дерьмо? Это такой фильм. Неужели ты его не смотрел, приятель? Смотрел? Я говорю только по делу, ясно? Я сам тебе перезвоню. И сам поставлю условия. И никогда не называй меня по имени. Запомнил? Слушай, ты его привёл, и сам будешь отвечать. Рикки, он же свой. Я просто хочу расширить свою сеть. И всё. Да? Только ставь меня в известность. Я не хочу терять свои деньги. Не забывай об этом. Ясно? Хорошо. Никаких проблем. Ну всё, пошли. Пока, Рикки. Я же сказал молчать. Посмотри, хороший товар. Чистый. Здесь несколько штук. Я куплю бумер. А может, мерс. А лучше их обоих. Так будет круче. Лёси. Лёси. Он уже бьёт ножкой? Нет, пока нет. Но думаю, скоро будет. Наверное, это так здорово. Наблюдать, как растёт частичка тебя. Да. Это такое необычное чувство. Ну, ещё немножко. Послушай, Лёси. Доктор говорит, будешь хорошо есть, то скоро выйдешь отсюда. Дурацкая шляпа. А мне нравится. По-моему, клёвая песня. Похожа на Карпентерс. А как её зовут? Иона. Но без Бина и Бобби это не то. Чего-то... Чего-то не хватает. Да нет, всё клёво. Думаю, Вин со мной согласился бы. Понимаю. Лёси, хватит. Дай послушать спокойно. Потом послушаешь. Сначала поешь. Ты же сказал, хватит, чёрт возьми. Рикс, пойдём. Нам пора. Не уходи, Рикс. Подожди меня внизу. Сейчас я всё уберу. Пока, дорогой. Извини, Рикс. Ничего страшного. Она скоро бросит меня. Я знаю. Да нет, не может быть. Посмотри на меня, Рикс. Я даже не могу взять её за руку. Всё, что она любила во мне. Абсолютно всё. Умерла. Ты понимаешь меня? Ей 22 года. Как она может терпеть это? Извини, мне пора. Мой автобус уходит. Знаешь, жизнь кажется дерьмом. Пока не начинаешь её терять. Мы уже заканчиваем. Нет. Нет. Ты не прав. В чём дело? Да так, ничего интересного. Вчера мы были в больнице. У Люси проблема с Чарли. Ты видел их? Я звонил им пару дней назад. Чем я могу помочь? Понимаешь, Шерри сейчас не работает. И нам нечем платить за квартиру. Ещё нужно подумать о ребёнке. А денег всё нет, нет. Хочешь взять в долг? Да. Вот как? Тебе не понравилась моя певица. Ты грозился уйти из группы, а теперь просишь у меня денег. К чёрту, мне плевать на всё. Да? И что дальше, Рикс? Ведь я могу дать тебе денег. Сколько хочешь. Не надо. Я лучше получу деньги по контракту, если тебе на всё плевать. Ясно. Всё, что мне нужно, это твоя подпись. Здесь. И проблем с подгузниками у тебя не будет. Привет, девка. Заходи. Рикс? Я вам не помешала? Нет? Нет, нет. Чек. Чек получишь утром. Люси? Льюси. Люси. Нет, это я. Объяснится футбол? Сколько можно, здесь же люди спят. Слышишь, Мэннион. Расслабся, мужик. Иди к нам. Ну, закрой глаза. Видишь, как я бегу с мячом к воротам? А Гикс и Бекхэм у меня на хвосте. А Спайлс Голс кричат с трибуном. Вперёд, Дэвид. Вперёд. Вижу. И вот туда. Мяч летит выше и выше. Зрители орут, заглушая отчаянный крик Гикса. И тут по правому флангу прорывается Миллер. Расстояние между ними сокращается, но он всё равно ещё очень-очень далеко. Вперёд, Миллер, вперёд. Я вижу его. Ничего, кроме себя мяча. И вот он касается земли. А я уже рядом. Но нет. Нет, я не успеваю. Он отскакивает от земли, и я наношу удар. Пац. И мяч в воротах. Болельщики притихли у всех от весной челюсти. Бекхэм падает на колени. Падает. Представь себя. Комментатор провозглашает. Гол. 1-0. Есть. Элрой. Ух ты! Чертовски клёвая тачка Ещё бы Я знал, что дела идут круто, но что в так? Круто, да, чувак? Теперь у нас всё по высшему классу Залезай, покатаемся Сколько? Я же бухгалтер этой фирмы Беру сколько хочу, а на остальное плевать Сколько? 8 штук? Ничего, скоро у тебя будет такая же Before you get the wrong idea Что-то новое? Я это не слышал Как раз то, что нужно С таким Дэмом надо идти на полиграмм Но нужно ещё Что у вас есть, Рикс? Ну-ка, послушай этого Она тебе понравится Нет, это не подойдёт Давай следующую Стоп, не выключай, Рикс Сам говорит, не подойдёт Мало ли, что он говорит Он же просто менеджер Да, но мне кажется, что она не прокатит Выключай, Рикс А я думаю, что прокатит Включай Чья это песня, а? Моего друга, он играл с нами Надо позвать его обратно Редактор субтитров А.Семкин Рикс, это ты? Привет Давно не виделись Как дела? Дерьмовый приятель А у тебя? Как? Хотел тебе позвонить Я очень сожалею, что сказал тебе Мне очень жаль Да Выслушай меня, Бин Одна из песен твоя Все говорят, что она станет хитом Обязательно ставь Поверь мне Хватит с меня этого дерьма Я за неделю заработаю больше, чем вы За год Оставьте её себе в подарок Она мне больше Не нужна Я принёс тебе кассету Я принёс тебе кассету Хотел узнать, что ты скажешь Тебе пора выбираться отсюда, Бин Да уж Послушай, Рикс Это не моё Я не хочу видеть этих людей Каких людей? Твоих людей Из твоей группы Моих людей Они не мои люди, Бин Они мне никто Ты мой человек Мы были лучшими друзьями Да просто, Рикс Пойми, Сэм Извинился за своё поведение О чём ты говоришь? О чём? Он звонил тебе Хотел всё уладить Он не звонил Ну хватит, Бин Я серьёзно Говорю тебе Он не звонил Правда? Не звонил? Но забыли Ладно, проехали Мне есть всё, что нужно Я там, где хочу быть Это мой дом, понятно? Зря я связался с вами Козлами Помнишь козла? По имени Чарли Помнишь? Убирайся из моего дома Нет, вас ничего не нужно Ну, поднимайся, Чарли Только очень медленно У тебя может закружиться голова Но Ханна поддержит тебя Не волнуйся Сейчас мы медленно Медленно повернёмся Ханна будет рядом с тобой Не волнуйся Я не хочу садиться в кресло Я понимаю тебя, но это нужно сделать Нет Опустите меня Опустите меня Положите меня обратно Чёрт возьми Спокойно Да отвалите Выйдите, пожалуйста Оставьте его в покое Видите, он не хочет О, Боже Спокойно Мы сейчас тебя опустим Осторожно 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 Вот так Чёрт Привет, Рикс У меня хорошие новости Завтра мы подписываем контракт с Полиграм Представляешь? Хорошо Хорошо Что значит хорошо? Ты говорил с Бином? Что? Я разговаривал с ним Давай не будем об этом Не будем? Почему? Потому что тебе пора идти Трахаться Заткнись, Рикс Что происходит? Ты же знаешь Бин любил тебя Он забрал у него Тебя и его музыку Ему было плевать Ложь Я даже не звонил ему Ты продал его Ради чего? Ради красивой жизни? Ради новых солнечных очков? Чушь собачья Ты по уши погряз дерьме, Сэм Рэйчелл, пойдём отсюда Знаешь, что меня бесит больше всего? Ты использовал Чарли, чтобы выгнать Бина из группы А теперь взял и вычеркнул его из жизни Это твой стиль Пошёл ты Он мне как брат Да, конечно Хорошо, что я не твой брат, Сэм Что? Что? Ты солгал мне про Бина Рэйчелл Он просто неудачник Рэйчелл 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 Ты меня чуть не сбил Извини, Чарли Просто хотел себя развеселить Меня выписывают Правда? Будешь скучать по медсестре? Да ни хрена Мне до неё не добраться Тем более мне это не нужно За эти вместе нами бродят куча грудастых девок И все они Мои Размечтался Знаешь Что главное в жизни? Это яйца Все остальное ерунда Главное, чтобы у тебя были большие яйца Не грусти, Чарли Яйца у тебя в порядке Думаю, они тебе еще очень пригодятся Надеюсь Но пока я здесь, можно забыть обо всем А как же футбол, а, приятель? Сейчас я перехвачу мяч и забью гол в приемный покой Я буду болеть за тебя Отлично Поверь, победа будет за нами На самом деле ему не было так весело Вот почему он сделал это Он потерял веру в себя Это случилось через неделю после выписки Какая трагедия Наверное Ему было очень одиноко Что же мне теперь делать? Если такой жизнерадостный человек, как он, не выдержал Как же мне быть? Послушай, Чарли Ты и Мик разные люди Он был одинок А у тебя есть друзья, семья Они будут всегда Да Мы всегда были с тобой друзьями И надеюсь, всегда ими будем Помоги мне Помоги мне выбраться отсюда Это не жизнь Я здесь, как в клетке Посмотри на меня, Рикс Я не сошел с ума, правда? Но ты войди в мое положение Я не смогу сделать это сам Помоги мне Прошу тебя Не надо, Чарли Не проси меня сделать это Потому что я не смогу тебе помочь Никогда не смогу А я не смогу даже Сам потереть себе задницу Что ты делаешь? Ради бога Рикс Рикс Что ты делаешь? Рикс, куда ты его поймешь? Все в порядке Нужно забрать его отсюда Прямо сейчас Даня, две минуты, Луиза Ладно Две минуты Две Да Спасибо, Рикс С Новым Годом, Чарли Да Боже, быстрее внутрь О, Боже Рэйчел Рэйчел Подождите, я сейчас Что тебе надо? Сегодня Новый Год Да, я знаю Что еще? Ну что? Рэйчел Я люблю тебя Рэйчел, давай быстрее Я не могу любить лжеца И труса Кто это? Это я, Чарли Сэм Ты напугал меня Ты давно здесь? Пару часов Хреново выглядишь Да Мне хреново Мне так жаль, Чарли Не могу поверить, что ты теперь прикован к кровати Это все так ужасно Я чувствовал себя ребенком Ребенком, который сидит у смертного адра своего отца Когда это случилось? Я не понимаю Я не понимал, вернее, как все это серьезно В больнице Когда меня бросил ты И Люси Я думал, что было бы лучше, если бы я разбился на смерть Но я был неправ Теперь я это понял Я не хочу быть обузой никому Никому И не надо мне плакать за то, что тебе очень жаль Хочешь остаться, оставайся Потому что я всегда был рад тебя видеть Просто я хочу увидеть уважение Ну давай, помоги мне подняться Я хочу посмотреть на Новый год Я? Может, лучше позвать медсестру? Сэм, у тебя получится Смелее Возьми меня за ноги и перетащи к краю кровати Ну давай, я не сломаюсь Извини Вот так А теперь обхвати меня за спину И я схвачусь за тебя Давай На счет три Раз Два Три КОНЕЦ Я получил твое сообщение. Садись. Видишь Дентона? У него были одни двойки по математике. А у тебя? Я не сдавал экзамены. Ясно. Знаешь, что он мне сказал? Что ты заплатил меньше, чем обычно. Или он врет, или ты не умеешь считать. Знаешь, я сам тебе хотел сказать. Бин не заплатил. Он сказал, что в долгах. И сам он на игле. Мне плевать, это твои проблемы. Да, но он везде говорит, что он с тобой, что он работает на тебя. Он позорит тебя. Прикрываясь твоим именем. Нужно избавиться от него. Избавиться, пока не начались настоящие проблемы. Проблемы уже начались. И все из-за тебя. Этот урод твоя проблема. Он же твой друг. Помнишь эти слова? Так что сам разгребай. Это дерьмо. Вопросы есть? Все, пошли. Чарли. Привет, Чарли. Как мы рады. Какой приятный сюрприз. Держите его, осторожно, осторожно. Сынок, любимый мой. Ну все, приехали. Тихо, тихо вы. Давайте я повезу. Давай я понесу его вещи. Давайте, я повезу. Все в порядке, сынок? Осторожно. Тихо, без паники. Это мама повесила шарики. Да. Осторожно, осторожно. Не надо говорить подругу, все в порядке. Я знаю, как обращаться с коляской. Знаю. Я думаю, тебе понравится. Папа украсил комнату для тебя. Здесь твои любимые фотографии. Правда, я не все успел. Ну что, все в порядке? Ходи лечу. Нет, спасибо. Нам уже пора. Я вас провожу. До встречи, босс. Я позвоню тебе, ладно? Рикс. Эй, Рикс, что тебе нужно? Рикс, я хотел поговорить с тобой о Чарли. Шерри. Рикс, скажи ему. Вижу, приятель, ты вовсю пытаешься загладить свою вину? Нельзя его бросать. Он в таком состоянии уже несколько месяцев. Помочь ему ничем нельзя. Пусть у него даже будут деньги, куча денег. Они все равно не избавят его от боли. Нужно что-то сделать. Где же ты раньше был? Рикс, о боже, начинается. О, чёрт. Начинается. О, чёрт. О, чёрт. А что делать? Что делать? Дай ключи. Я сяду за руль. Дай ключи. На, держи, быстрее. Не волнуйся, детка. Чёрт. Иду, иду, милый. Не надо, мама, я сам. Я поставлю чайник. Вот ты и дома, дорогой. Смотри на фотографии. А я схожу за чаем. Кого там ещё принесло? Кто там? Это я, Элрой. А, Рикки, уже иду. Время вышло, где мои деньги? Я как раз собирался звонить. Бин опять задержал, к чёрту, Бина. Я заднюю сорву для тебя. Они здесь, здесь. Послушай, ты был прав. Белым нельзя верить. Нельзя. Дай мне ещё пару дней. Пожалуйста. Я всё улажу. Всё улажу. Поверь мне. Да? Убей его. Что? Я тебе шею сверну. Что ты делаешь? Рикки, только не убивай меня. Не убивай меня. Не убивай. Рикки. Прощай. Рикки. Не надо. Я не хочу умирать. Не убивай меня, прошу тебя. Я отдам тебе все деньги. Честно, это всё из-за Бина. Это он виноват. Прошу, не убивай меня. Это всё Бин виноват. Бин? Бин. Подожди. При чём здесь? Бин. Я пытаюсь тебе объяснить. Он совсем взорвался. Твои деньги у него. И мои тоже. Послушай, я не вор. Он вор. Я не вор. Клянусь Богом. Значит, это всё Бин, а ты ни при чём. Да. Да, это всё он. Послушай, Рикки. Он. Я всё отдам. До последнего цента. Деньги у него. Все деньги у него. Знаешь что? Приведи его. Приведи его в мой клуб. Я приведу. Приведу в твой клуб. Я могу тебе вернуть твои деньги и уважение за вместе. Я сам верну уважение к себе. Ты слышал? Точно? Ладно, пошли. Это лучшее, что ты сделал в жизни. Надо это отметить. Да, хорошая мысль. Отметим? Что? Водку? Ты любишь водку? Одну порцию или двойную? Да? Что это? Открой. Давай. Помоги, Рикс. Хорошо, хорошо. Вот это да. Самая последняя модель. Ну и что мне с этим делать? Посмотри на меня. Тебе не надо его держать. Когда ты получишь страховку, найдёшь ассистентов, и они будут помогать тебе. Я подумал. Что подумал? Что, я опять смогу фотографировать? Ты думаешь, это легко? Просто подарить ему камеру, и всё в порядке. Ты ничего не понял, да? Ладно тебе, Чарли, это просто подарок. Чёрт. Что с тобой? Что случилось? Трубка засорилась. У меня голова разрывается. Надо сменить трубку. Так, спокойно. Мы отнесём тебя в фургон. Держись, Чарли. Давай, полегче, полегче. Так, я думал, лучше отвезти тебя домой. Нет, Рикс, мы не успеем. В моей сумке есть шприц. Принеси его. Снимите мне брюки, ботинки. Всё в порядке, снял. Что дальше? Чарли, что дальше? Надо сменить трубку. Нашёл шприц? Сейчас. Нашёл? Подожди. Чёрт. Да, нашёл, вот он. Снял обёртку? Да. Колей в эту жёлтую штучку. Быстрее. Хорошо. Присоедини к трубке. Должна потечь жидкость. Понял? Течёт? Течёт. Голова. У меня получилось, получилось. Отлично, всё хорошо. Найди в моей сумке запасную трубку. Скорее. Ладно. Сэм, вынь старую трубку. Я не могу, не умею. Вынь старую трубку. Скорее. Чёртова голова. Быстрее, мать вашу. Ладно, успокойся. Что дальше? Сними пакет. Снимай быстрее. Всё нормально? Как ты? Что мне с ним делать? Да выброси его. Так нормально? Правильно? Правильно, да? Она входит. Входит. Давай, давай. Всё порядке. Мы попадаем, она входит. Там есть пакет? Небольшой, пластиковый. Да. О, чёрт. Всё нормально. Боль отпускает. Отлично. У нас получилось. Да. Хорошо. Ты в порядке? Да? Да. Ну, всё. Ну что, как вам всё это? Как у вас? Как ты? Как у вас было? Все отлично. Держи. Спасибо. Они крутые. Да. Ты в порядке? Я хочу. Да не волнуйся за меня. Иди, если тебе надо. Точно? Да. Я скоро вернусь. Сэм. Привет. Сэм. Привет. Сэм. Привет. Я рад тебя видеть. Вижу, у тебя дела идут хорошо. Привет. Сэм Джордан. Джозеф Майерс. Привет, Сэм. Она с нами. Думал, я забуду? Пока. Пока. Рэйчел. Рэйчел. Мы должны быть вместе. Я так не думаю, Сэм. Постой. Так много всего произошло. Позволь мне все объяснить. Нет. Эй, Сэм. Отличная группа. Поздравляю. Извини, это место занято. Все нормально, Чарли. Вин? О, черт. Из-за чего столько шума. У нее сиськи не больше, чем у меня. Твоё место там, Дин. Нет, это не для меня. Я не жалею. Давай выйдем. Давай выйдем. Как живешь? Отлично. Весь мир моих ног. По-моему... Тебя поимели. Поимели? Да меня поимели уж тем, что родили. Смешно, да? Именно тогда все и началось. И сейчас мы с тобой смотрим прямо в лицо проклятой смерти. И никуда от нее не деться. Я не смотрю смерти в лицо. Я хочу жить. Смерть – это конец, и лучше жизни ничего нет. Чтобы умереть, не надо сильно стараться. На самом деле. Ты с детства помогаешь мне, Чарли. Да ты на меня посмотри. Я живу так, никому не плачусь. Ты не приходил ко мне в больницу полгода. И не только ты. Так что возьми себя в руки и будь мужиком. Большое спасибо. Мы называемся «Время по Гринвичу». Это наш первый большой концерт. Успокойтесь, мы только разогреваем. Видел здесь Рэйчел? Дня не прошло, чтоб я не думал о ней. Каждый божий день. У нас бы с ней все получилось. Ну иди, поговори с ней. Настройся, соберись с духом и вперед. Да? Ты думаешь? Я знаю. Чарли! 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 Ты в порядке? Да. Для следующей песни я хотела бы пригласить двух друзей. Тони Вегас на пульте и несравненный Дэйлвин Синкс на там-тамах. Тони Вегас на пульте и несравненный Дэйлвин Синкс на там-там. Тони Вегас на тамах. Ну что, принес деньги? Нет, он уже уехал. Да, нет, спасибо. Что? Мы на счетчике у Рики? Да. Что, да? Да или нет? Да, мы на счетчике, хотя я все заплатил ему. Значит, он нас не ищет? Что? Ты спятил? Нам надо поскорее разобраться с этим дерьмом, ясно? Знаешь-ка, что? Поехали к нему в клуб. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мой отец налил мне впервые, когда понял, что я вырос. Я не могу быть мужчиной. Мы сидели и били с ним. А потом он хотел меня избить. Но неудачно. Потому что я вырос. У меня есть репутация. И мне необходимо ее поддерживать. Ты понял? Да, конечно. Что? Не понравилось? Слишком крепко для тебя. Все приходит со временем. Надо привыкнуть. Привыкнуть. Как ты привык к моим деньгам? Что? Я не разрешал тебе повышать цены на товар. Но дело не в этом. Ты даже не заплатил за то, что ты продавал. Да что это за дерьмо? Где мои деньги, белая сука? Не у меня. Нет смысла врать, Бин. Ах ты ублюдок. Киши, парень. Где деньги? Убей его. Убей эту суку. Убей. Прострели ему коленку. Черт. Бин, что ты наделал? Бин, послушай, не играй с этим. Просто опусти пушку. Прекрати. Я тебя прошу. Смерть это конец. Хочешь умереть? Всегда, пожалуйста. Что? Да, да, да. Подожди, подожди. Американский фильм, да? Ну, а после пушку? Не надо. Не надо. Не надо. Ну, а после пушку? Не надо. Продолжение следует... Выслался, сынок? Я принесу чаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все нормально, Рэйчел? Да, мистер Финч. Это друг. Да, старый друг. Что уставился, мистер Финч? Люди ждут. Пожалуйста, сделайте перевоз. И уходите. Ирландия. Мы едем? Рэйчел, пожалуйста, дай мне шанс. Я исправлюсь. Светы для нее? Угадал. Очень красивые. Особенно розовые. Ну что, Рэйчел, он просто так приперся? Все, все, хватит. Господа, вам лучше выйти на улицу, а то я вызову полицию. Давайте. Пойдем, Вин. Не трогай меня. Вин, все не так. Заткнись, Рэйчел, мать твою. Я вызываю полицию. Пойдем, Вин. Не трогай меня. Отвали. Убирайтесь отсюда. Живее. Живее. Посмотри на нее. Что ты делаешь? Посмотри на нее. Вин, убери пистолет. Прекрати. Смотри на нее. Ты трахал ее? Ты трахал Рэйчел, да или нет? Скажи ему, Сэм. Да. Да. За что ты меня так ненавидишь? Мы же были друзьями. Я не ненавижу тебя. Вин, это не так. Я могу все объяснить. Ты убила меня. Я видел, как ты целовалась с каким-то ублюдком после того, как... Что? Это так даже все и закончилось. А с этим что? Весь все. Деньги, машины. А у меня ничего. Ты талантлив. Я завидовал тебе. Завидовал? Почему ты тогда не сказал? Бин, успокойся. Мы были детьми. Все. А я был дерьмом, черт возьми. Да что с тобой? Это жизнь. Бин, не делай этого. Ты не так все понял. Ты не так все понял. Не выходи. Бин, останься. Такого вы нигде не видели. Вам повезло гораздо больше меня. Все это исчезнет. Как слезы под дождем. Не выходи. Бин. Бросай оружие, или мы стреляем. Бросай оружие, или мы стреляем. Бросай оружие. Бросай оружие, или мы стреляем. Тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok